мир вам братья и сестры давайте перед нашей молитвой утренней молитвы извиняюсь вечерней молитвы перед нашим запьянием господу давайте по начале прочитаем его слово которое записано слово божие записано в евангелие от яна 1 глава 43 стиха и далее евангелие от яна 1 глава 43 стих на другой день иисус восхотел идти в галилею и находит филиппа и говорит ему иди за мною филипп же был из вефсаиды из одного города с андреем и петром филипп же находит на фанаила и говорит ему мы нашли того которым писали моисей в законе и пророки иисуса сына иосифа из назарета но на фанаил сказал из назарета может ли быть что доброе филипп ему говорит пойди посмотри иисус увидев ведущего к нему на фанаила говорит о нем вот подлинно израильтянин в котором нет лукавства на фанел говорит ему почему ты знаешь меня иисус сказал ему в ответ прежде нежели тебя прежде нежели позвал тебя филипп когда ты был под смоковницей я видел тебя на фанел отвечал ему рави ты сын божий ты царь израилев иисус сказал ему в ответ ты веришь потому что я тебе сказал я видел тебя под смоковницей увидишь больше всего аминь до сего мест итак это была одна из встреч иисуса христа с одним человеком иисус во время своего служения очень много встречался с разными людьми с кем-то он разговаривал с кем-то нет некоторые после разговора с и с иисусом христом но не прямо разгорались веру и вот становились вот этими преданными последовательными иисуса христа вплоть до до дачи своей жизни ради него другие же мы читаем после встречи с ним просто переставали за ним ходить а некоторым кристос от некоторых кристос даже сам уходил не желая дальше с ними разговаривать и думаешь как так получается ну казалось бы что каждый человек после того как встретиться с единственным богом во всей вселенной он должен сразу поклониться господу и больше от него нет когда не отходить но нет к сожалению жизни это вот совсем по-другому получается есть какие-то преграды которые мешают человеку с богом примириться и так я хотел бы сегодня поговорить об вот этих преградах а может быть предостережениях божьих которых которых о которых господь говорит нам и через это место священное писание мы только что прочитали о встрече иисуса с нафанаилом нафанаил он когда услышал он о христе он очень сомнительно отнесся к словам филиппа он сказал он из назарета может ли вообще быть что-то хорошее что-то доброе несмотря на все его сомнения все-таки решил пойти с филиппом и проверить о чем же филипп ему так говорит усердно но как только филипп услышал увидел иисуса христа когда он услышал когда иисус сказал ему что он увидел его подсмоковнице нафаил сразу же начинает веровать в него и он понял что это тот иисус долгожданный мессия которого они так долго ждали потому что понимал что только господь может быть вездесущий после этой встречи у него не было сомнения он следовал за христом по мнению библистов считают многие так что нафа наил это одно и то же лицо с и с апостолом варфоломеем то есть учеником христа то есть это как бы один и тот же человек ну так оно или нет это в принципе не так важно важно то что нафа наил поверил везде сущного бога он верил в мессию он верил в бога который видит всех и всегда и в любое время именно вот это убеждение очень сильно влияло и на его жизнь а в какого же бога верим мы сегодня знаете сегодня люди очень любят вот эту приватность каждому хочется сегодня иметь вот эту конфиденциальность эту прайвеси в нашей жизни как мы называем по-английски на людям нравится место уединения людям нравится иметь какое-то личное пространство чтобы спокойно отдохнуть в тишине чтобы их про иногда хотя бы оставили в покое людям даже очень сильно нравится их не персональные телефоны которые позволяют вот индивидуально смотреть каждому в свой телефон и даже находясь среди людей людей все же заниматься каким-то своим делом и людям очень не нравится когда другие как говорят лезут в их личную жизнь люди все хотят иметь вот эту неприкосновенную частную и личную жизнь но несмотря на все эти желания по-настоящему полной приватности не существует на земле да мы иногда можем спрятаться от людей но мы никогда не сможем спрятаться от бога куда бы мы не спрятались где бы мы не находились хоть полетим на луну мы всегда будем находиться под присмотром всевышнего салмопевец осознавая вездесущность господа пишет так псалом 138 7 куда пойду я от духа твоего и от лица твоего куда убегу взойду ли на небо и ты там сойду ли в преисподнюю и там ты а сам бог пишет про себя так в иеремии 23 23 разве я бог вблизи только вблизи говорит господь они бог вдали может ли человек скрыться в тайное место где я бы не видел его говорит господь не наполняю ли я небо и землю говорит господь бог всегда видит меня и тебя где бы мы не были и нет смысла прятаться от того кто всегда и везде находится с богом в прятки не поиграешь но что более удивительно что мы здесь сидящие люди в основном то все с этими соглашаемся мы практически все верим в это или по крайней мере большинство из нас утверждают это что господь действительно вездесущ но почему же мы тогда ведем себя так как будто это не так почему мы иногда ведем себя так ну как будто бог не вездесущ ну как будто мы в этом не совсем верим иногда поступаем так как будто но бог ничего не видит или как будто он просто закрывает глаза на всякий наш грех или может быть даже думаем что ну даже если он там что-то заметил ах он же махнет рукой на все наши грехи и просто сделает вид что он их не сделал человеку иногда кажется что господь такой же как он но это совершенно неверное представление о боге это точно не библейское только лукавое сердце может подумать что господь будет так же лукавить как он но господь не такой господь никогда не закрывает ни на какой грех он всегда справедливый бог он вездесущий и всезнающий бог но он ничего под коврик не подметает он все видит и все знает да он действительно может прощать грехи человека но не автоматически он может покрыть грех кровью иисуса христа но только тому кто сокрушается и раскаивается в содеянных грехах но господь не может просить лукавое сердце лукавое раскаяние он не принимает никто бога перехитрить просто не сможет если бог вдруг увидит какое-то двойдушие в человеке когда он кается видит в нем не искреннее сердце не совсем искреннее раскаяние о своих грехах или отношения к нему такую душу господь не может простить потому что такое сердце просто еще не сокрушилось перед богом и не родилось свыше господь видит наше сердце лукавое сердце бог не слушает ему этот театр не нужен так какое же сердце господь слушает и принимает тот в ком нет лукавства найдет господа и последует за ним такой оказался сегодняшний наш герой нафанаил христос увидел такое сердце именно в нафанаиле и он подчеркнул это говоря вот подлинно израильтянин в котором нет лукавства какое это же это прекрасное описание сердца человека сердце в котором нет лукавства как бы это было прекрасно услышать вот эти слова в свой адрес а как было бы ужасно услышать в свой адрес слова другие вы род лукавые как когда-то христос назвал некоторых книжников и фарисеев мотфея 16 4 христос так называет фарисеев и книжников род лукавый и прелюбодейный знамение ищет и знамение не дастся ему кроме знамения иона пророка и оставив их отошел иисус не хотел с этим родом лукавым родом даже разговаривать написано он просто отошел от них и оставил их вот как господь относится к лукавым сердцам и сегодня он от таких просто уходит он их просто оставляет он отдаляется от таких и у него нет с такими никакого общения если мы посмотрим что значит вообще слово лукавый в словаре это означает также хитрый это означает лживый подлый коварный двойдушный и это слово произошло в русском языке от слова лукавь то есть древнее русское слово которое означало извилистая река вот у лукавого человека вот как раз все пути вот такие извилистые кривые как река любят такие везде хитрить обманывать жульничать лукавить ради своей какой-то выгоды и с такими трудно богу иметь хоть какие-то добрые отношения тот кто собирается иметь с богом хоть какие-то добрые отношения он должен возненавидеть всякое лукавство всякое двойдушие всякую коварную хитрость всякие кривые пути и стараться удаляться от любого вида лукавства в своей жизни нафанайл был такой он имел чистое сердце не лукавое и благодаря этому он и нашел господа и последовал за ним и так то поможет нам господь чтобы это напоминание о вездесущном боге подбодрило нас жить так чтобы как написано мы ходили перед богом в михеи 6.8 так написано о человек сказано тебе что добро и чего требует от тебя господь действовать справедливо любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед богом твоим ходить перед богом твоим это и есть прежде всего осознавать то что нас господь вездесущий ходить перед ним это это значит все время помнить что бог каждую секунду находится прямо рядом с нами и видит все что мы делаем все что мы думаем куда мы не смотрим и что мы вообще говорим он все видит мы всегда у него словно как на ладони если мы будем это помнить всегда нам просто больше и не захочется делать много чего лишнего что огорчает нашего господа вера в то что господь вездесущий она вот осознание этой реальности она сохранит нас от многих грехов и греховного поведения обратите внимание нам же намного легче сдерживать себя контролировать себя ну когда мы в обществе например как здесь в церкви не так ли знаете нам прямо очень легко вести себя здесь ну по христиански ну само сознание того что на тебя другие смотрят ну прям дает нам как будто какие-то особые силы а когда же мы действительно будем верить и осознавать что сам господь за нами присматривает это всегда то насколько же это намного больше должно давать нам эту мотивацию и силу сдерживать себя везде сдерживать свои глаза свой гнев свой язык свое поведение да поможет нам господь вот так ходить перед богом как ходил когда-то енох чтобы господь в итоге в конце нашей жизни мог сказать вот этот человек истинный христианин и прямо сейчас мог сказать христианин в котором нет лукавства сегодня нам писание еще раз напомнило что вездесущий бог он видит всех и призывает абсолютно всех но за ним следует только те кто удаляется от лукавства да надо признать что мы рождаемся с лукавым сердцем еремия написано еремия 19.9 лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено кто узнает его мы все рождаемся с лукавым сердцем но только сам господь может исправить наше сердце через искреннее покаяние перед ним не лукавое тогда мы станем сами разворачиваться отворачиваться от лукавого и воврачиваться к Господу и Господь даст нам новое сердце которое будет уже не хотеть ни в коем случае нигде лукавить это поможет нам Господь стремиться иметь это чистое сердце свободное от лукавства во всем ходящее перед Богом аминь помолимся аминь и и и